Привет всем! Ну и я хотел бы продолжить восстановление 386 ноутбука. Вернее, восстанавливать там уже особо ничего не надо. А скорее я хотел бы продолжить его превращение в нормальный стационарный ретро-компьютер. Вот есть такой обзорщик на просторах интернета. Его зовут 8bitguy, 8-битный чувак. И многие из вас, наверное, с ним знакомы. Это интересный обзорщик, я его с удовольствием смотрю. Он делает хорошие обзоры на старое компьютерное железо и на синтезаторы. Ну и еще, кроме прочего, он кузен Даймберга Деррела, гитариста Пантеры. Вот так, между прочим. Ну и в общем, вот у него есть видео, которое называется «Выбираем хороший ретро-компьютер для того, чтобы играть в старые игры». Как-то так. И там он говорит мысль, с которой я совершенно согласен. Если вы сегодня хотите себе старый компьютер для того, чтобы на честном железе играть в старые игры, не надо покупать стационарный 386-й компьютер. Лучше купите ноутбук. Почему? Потому что в свое время 386-й компьютер – это была здоровенная махина, тяжелая, шумная, занимающая очень много места. Сегодня ее просто некуда поставить в среднестатистической квартире. В то время как ноутбук – это ровно то же самое, только маленькое, тихое, удобное, компактное. Можно всегда убрать в шкаф, если не нужно. Казалось бы, разница между стационарным компьютером и ноутбуком очевидна, и стационарный компьютер вроде бы как должен быть лучше. Ну что ж, действительно, в этот компьютер саундбластер вы, конечно, не поставите. Но и только. Раньше было все, в общем, понятно. Стационарный компьютер сам по себе был штука не дешевая. Он стоил там 1200-1500 долларов. 386-й системник с монитором. Это было немало, но ноутбук с такими же техническими характеристиками стоил и 2, и 3, и даже 5000 долларов. Потому что электроника тогда была большой, и чтобы все это дело воспроизвести в маленьком корпусе, да еще без особого перегрева, нужно было постараться. И это стоило денег. Но сегодня разницы уже в общем нет. И старый 386-й компьютер на аукционе стоит, как правило, столько же, столько и ноутбук. Правда, ноутбук гораздо дешевле перевозить, и стоимость доставки старого ноутбука гораздо ниже. Имея подобные инструментарии на руках, можно играть на честном железе, но у многих возникают определенные затыки на том, что к нему же вообще ничего нельзя подключить. Что с ним делать-то? Вот и человек, который прислал мне этот ноутбук, в общем-то прислал мне его как альтернативу просто выбрасывания этого ноутбука, потому что у него сдохло все. Ну, вернее, сдохли все носители. У него не работает дисковод, не работает жесткий диск. Поэтому все, что мог этот ноутбук, это показывать на своей черно-белой медленной матрице экран биоса. Что мало интересно. Но, когда я получил эту информацию и предложение прислать его мне, я очень обрадовался, потому что если биос видно, значит электроника в порядке, а это уже немало, а остальное дело наживное. Прошлое видео про этого зверька было, в общем-то, таким доказательством концепции. Я сделал там самое главное. Из абсолютно мертвого ноутбука я сделал его компьютером, на котором можно было играть вольфенштейн со звуком. Со звуком PC-спикера, разумеется. Ну, а поставить на него DOS и игру стало возможно потому, что можно было заменить жесткие диски. Я показал, как это делается, но после этого получил тонну вопросов о том, что «Подожди, мы что-то ничего не поняли. Как это делается?» Поэтому сейчас я немножечко заострю на этом внимание. И секрет очень прост. Жесткие диски, до того, как биосы научились их автодетектить, имели параметры, такие как количество цилиндров, количество секторов и количество головок. Это единственные точные параметры, которые про этот жесткий диск, ну или любой другой, можно было сообщить компьютеру. Потому что количество, ну, объем, который этот жесткий диск мог предоставить программам, это достаточно сомнительная характеристика, трактуемая по-разному. Сегодня мы привыкли, что, например, вот такой вот достаточно современный саташный жесткий диск на 80 гигабайт, это на самом деле диск объемом порядка 72 гигабайт. И то, что нас так обманывают, ну, это уже в порядке вещей. На самом деле это вопрос интерпретации. Если вы поставите такой диск, например, в Макинтош, он скажет вам, что здесь 80 гигабайт. И по-своему будет прав. Или вот, например, жесткий диск объемом 2 терабайта. И если вы поставите его в Макинтош, он вам так и скажет, да, 2000 гигабайт. Но, черт, ас-2, до 2000 гигабайт этому диску не хватает двух объемов вот этого диска. Все потому, что Макинтош принимает мегабайт, равный 1000 килобайт. Что, конечно, чушь. Windows, как ни странно, в этом абсолютно права. И говорит нам честный объем, исходя из того, что 1 мегабайт равен 1024 килобайтам. Что единственно правильное. И благодаря этому, в отличие от того, как считают маркетологи, мы реально получаем диски меньшего объема. И единственные честные характеристики, которые всегда будут верны, это количество головок, секторов и цилиндров, которые есть на этих дисках. Но эти параметры на дисках давно уже не пишут. Потому что биосы определяют это сами. Раньше можно либо вводить, можно было либо вводить эти параметры руками в биос, либо посмотреть, какой тип у вас жесткого диска, что, как правило, на нем писалось. Например, Type 30. Найти в биосе, в пресетах, в предустановленных параметрах, 30-й тип диска. И автоматически будут подставлены параметры, которые называются геометрией жесткого диска. Благодаря чему диск в компьютере будет работать. Все волшебство заключается в том, что эти параметры совершенно не обязаны совпадать с реальным положением дел. Биос просто будет знать, что ваш диск имеет вот такие вот ограничения. И это будет лишь означать, что если ваш DOS или программа под DOS запросит данные, которые находятся за пределами этой геометрии, то вы получите ошибку Sector Not Found. То есть до ваших данных невозможно достать, потому что геометрия жесткого диска, прописанная в биосе, этого не позволяет и не подразумевает. Верно и обратно. Если вы пропишите параметры вашему жесткому диску, превосходящие его реальные параметры, это тоже будет работать. Но в какой-то момент программа попытается записать данные в пустоту, и вы получите примерно такую же ошибку. Иногда обманывать биос это правильно и хорошо, потому что сам я лично попадал в такую ситуацию. В середине 90-х к компьютеру, до которого я имел определенный доступ, в котором был 120 мегабайт жесткий диск и 486 процессор, принесли жесткий диск с нужным дистрибутивом, и этот диск был объемом 1 гигабайт. Никаких пресетов внутри биоса этого 486 компьютера, соответствующих 1 гигабайтному жесткому диску, сумасшедшему объему по тем временам, не было. И руками прописать геометрию жесткого диска объемом 1 гигабайт было невозможно. Биос выдувал ошибку, говорил, что это слишком большие параметры, так не бывает. Но, к счастью, тот диск был поделен на два. На диск C и на диск D. Одинакового размера по полгига. А 512 мегабайт это максимальный объем, который был понятен как тому 486, так, кстати, и этому 386 компьютеру. Задав ему такие ложные параметры геометрии, мы смогли увидеть диск C, и он стал нам доступен целиком. Мы смогли увидеть и диск D, и даже увидели все его файлы, потому что чтение файлов с диска это всего лишь прочтение небольшого, так называемого, файла Location Table, таблицы размещения файлов. При попытке прочитать какой-то файл, система обращается в этот самый файл Location Table, видит координаты этого файла и говорит такая, опа, так это где-то в параллельной вселенной. Наш диск меньше, чем те параметры, которые написаны в фате. Вот и все. Благодаря этому дистрибутив, лежавший на диске C этого огромного диска, удалось переписать, запустить, установить и так далее. Поэтому это волшебство и тот случай, о котором я только что рассказал, позволили мне провести установку DOS на большой работающий жесткий диск этого компьютера. Вот это родной жесткий диск этого ноутбука. Он размером всего 80 мегабайт. Опять же, отформатированный, он говорит, что его объем 85,2 мегабайта. И этот жесткий диск сделан компанией Conor. Я имел неосторожность в прошлом видео сказать, что я с этой компанией не знаком, после чего у меня полетели бутылки. Ну, наверное, вполне заслуженно, потому что это действительно очень известная компания, основанная в 85 году со основателем Seagate. А в 96 году эту компанию Seagate себе и купил. Когда-то компания Compaq активно финансировала Conor, потому что сама же и покупала у них жесткие диски для своих компьютеров. Но это в глубоком прошлом, и я этого просто не застал. Тем не менее, действительно, Conor известная компания, так что жесткий диск этот не диковинный. Но он сломан. И, естественно, жесткий диск такого объема найти сейчас днем с огнем, тем более работающий. Но это стандартный 2,5-дюймовый DE жесткий диск. Ничего диковинного в этом нет. Поэтому я взял обычный жесткий диск объемом 80 гигабайт. Гигабайт. Огромный по размерам этого ноутбука, по параметрам, по понятиям этого ноутбука. И просто подключил этот диск на место этого. Но сказал BIOS, что здесь те же параметры, что и у этого винчестера. То есть, это диск объемом 80 мегабайт. И этот компьютер прекрасно их увидел. Все работает. Но установить DOS прямо на этом ноутбуке было невозможно. Никакой носитель в него было невозможно вставить. Поэтому я решил установить DOS на этот жесткий диск на другом компьютере, более современном, который способен увидеть этот диск как 80 гиговый. Чтобы потом установленный на большом современном компьютере DOS увиделся бы на этом винчестере этим ноутбуком, мне нужно было бы, чтобы современный компьютер тоже считал этот жесткий диск 80 мегабайтным. То есть, диском с такими же параметрами, как у этого жесткого диска. Вот тут возникла основная непонятка у людей. Да к секрету тут очень прост. Дело в том, что современные BIOS отнюдь не избавились от этой системы ручного ввода геометрии. И если вы отключите автодетект жесткого диска и вместо этого руками впишите количество цилиндров, секторов и головок от этого жесткого диска, что легко нагугливается, например, ну и естественно есть в официальной технической документации, то и современный стационарный компьютер этот диск определит как 80-миговый, то есть как вот этот. И после этого все, что вы отформатируете, установите и так далее на этот жесткий диск на современном компьютере, будет работать и в этом ноутбуке, покуда вы вводите туда те же самые параметры. Одним словом, в BIOS легко ограничить доступный объем жесткого диска до очень маленьких параметров, чтобы все компьютеры более или менее могли его прочитать. От очень старых до очень новых. Именно этим трюком я и воспользовался. И все работает, и на этом в принципе можно было бы этот ноутбук собрать и дальше использовать. Ведь к нему можно подключить VGA-шнур для внешнего цветного монитора и не использовать его матрицу. К нему можно подключить PS2-шную клавиатуру, правда только клавиатуру, мышь нельзя. И все бы это работало и было бы ничего, если бы не один факт, что вообще-то западло закапывать 80-миговый жесткий диск в эту штуку. Потому что он там работает как 80-миговый, что вполне достаточно, но западло. Гораздо эффективнее было бы использовать там вот такую вот компакт-флешную карточку всего на 256 мегабайт. Это в два раза меньше, чем максимум может понять этот ноутбук, но это раз в пять больше, чем мне реально нужно. Я уже показывал старый лаптоп, вернее палмтоп даже, HP LX200, в который эта карточка вставляется, но только потому, что там есть PCMCIA-ный слот, а у меня есть переходник с PCMCIA на компакт-флеш. Там эта проблема решилась, и это очень эффективно там работает. Однако в этом ноутбуке нет ни слота под компакт-флеш, нет слота под PCMCIA, поэтому единственный вариант это поставить эту карточку вместо жесткого диска VDE, что тоже в общем невозможно. Но, к счастью, существует некоторое количество посылочек, которые я тут получил, и благодаря им мы сейчас навертим наш 386-й компьютер так, чтобы он стал хорошим полноценным системником для игрового 386-го стационарного компа. В этом вся суть. Мы получим маленький легко переносимый комп. Очень часто мне говорят, так а какой смысл, ведь там же нет батареи, и такие батареи давно уже не производят. Что ты будешь с ним делать? А зачем мне батарея? Если я захочу перенести этот комп из пункта А в пункт Б, чтобы поиграть в пункте Б, я смогу легко это сделать, он помещается в рюкзак. Если же я захочу поиграть в дороге, ну, я не до такой степени извращенец, для этого у меня есть современная техника. А уж работать я на нем точно не собираюсь. Для работы у меня уж точно есть современная техника, которая по 6-8 часов способна работать в пути. А вот если бы у меня был большой стационарный комп, то таскать его из пункта А в пункт Б была бы большая проблема, так что тут я с Ридбитгаем абсолютно согласен. Игровой системник надо делать именно из такого компьютера. И, несмотря на то, что в нем потерял уже, но это не страшно, потому что компакт флеш не механическое устройство, и такое падение ничего страшного не принесет. Так вот. Из этого ноутбука, несмотря на то, что там все умерло, умер диск, умер дисковод, и, казалось бы, больше сделать с ним ничего нельзя, можно сделать прекрасную игровую машину. Прошлое видео показало доказательства концепции, а сейчас я хочу его немножко довертеть, чтобы это было уже более серьезная тема. Для этого начнем вскрывать посылки. Начать я хотел бы вот с этой посылки, и, откровенно говоря, я ждал 3 единицы для ремонта этого ноутбука, и 3 единицы приехало. Но только вот эту единицу, кажется, я совсем не заказывал. Судя по всему, для ремонта ноутбука приехало не все, но достаточно для того, чтобы сделать то, что я хочу на первое время. А вот что в этой посылке мы сейчас узнаем. Вот за это большое-большое спасибо. Эту прекрасную посылку мне прислали аж из Канады. Прислал ее человек по имени Алексей, очевидно прочитавший мой твит о том, что эта пластинка вышла и я раньше никогда не встречал саундтреков к играм на виниле. Я, кажется, даже об этом говорил в новогоднем выпуске, и там меня поправили, сказали, что вообще-то это не так, к некоторым играм уже выходили саундтреки на виниле, но я впервые в жизни держу в руках пластинку с саундтреком к игре. К игре Deus Ex Human Revolution, если кто не рассмотрел. И это круто. Внутри конверт раскрывается вот таким вот образом. Тут какая-то текстурка симпатичная. Тут текст. Ну, в общем, здесь несколько посланий от авторов и, конечно, копирайты. А здесь трек-лист. Даже покажу, наверное, поближе. Вот такие вот треки содержатся на этой пластинке. Копирайты, Square Enix, AIDES, ну и так далее. В общем, всё по-честному. Такая вот пластинища станет прекрасным пополнением моей коллекции. Это мой первый саундтрек к игре на виниле. Потрясающе. Просто потрясающе. Алексей, прям низкий поклон. Это действительно очень-очень круто. Но вернёмся к ноутбуку. Это будет чуть-чуть попозже. А вот это то, что нам понадобится в первую очередь. Прорежем пакетик. Маленькая скромная коробочка, картонная, без надписей. Внутри там ещё небольшая прокладочка и ещё одна небольшая прокладочка. И в пакетике то, что нужно. Вручную заполненный гарантийный талон, что очень мило. С одной стороны на китайском, с другой стороны на английском. вся информация введена руками, всё по-честному. Классно. Бумажка. Гадкий запах китайской электроники. Со шрифтами у китайцев всегда была проблема. Посмотрите на то, как написаны буквы на этой бумаге. Написано, конечно, по-английски, но прочитать можно с трудом. Буквы налазивают друг на друга. Тем не менее, информация есть. В принципе, на неё даже можно как-то ориентироваться. но с другой стороны я знаю это всё и так. Итак, самое главное сам девайс. Давайте его по-быстрому вскроем. Силикагель. И давайте посмотрим на него поближе. Это вот такая штука. Размером ровно с ноутбучный жёсткий диск. 2,5 дюйма. Имеющий стандартный EDE-разъём, прекрасно подключающийся в любой ноутбук, где используются EDE-жёсткие диски. А с этой стороны у него компакт-флэш-разъём. И карточка, вставленная вот таким вот образом, брюки превращаются превращаются брюки. На самом деле это просто наоборот делается естественно. Вот таким вот образом она сюда вставляется. Раз и всё. И получается компакт-флэш. Причём обратите внимание, здесь разъём и здесь разъём. Такая вот хитрая штука. Компакт-флэш 2DE-адаптер Ultra-DMA-мод. С этой стороны интересно. С этой стороны он как раз вставляется по-правильному. С той стороны вот наоборот. Но не важно. Сейчас нам понадобится проделать ту же самую операцию, что и в прошлый раз. Нам нужно подключить этот жёсткий диск к большому стационарному компьютеру и установить на него DOS, потому что в этом компьютере есть CD-ROM, ну и хотя бы дисковод, что позволит нам это сделать, в отличие от ноутбука. И в этот раз нам даже обманывать большой компьютер не придётся, потому что мы действительно работаем с диском объёмом 256 МВ. Чтобы ноутбучный диск подключить к стационарному компьютеру, понадобится вот такой вот переходничок. С этой стороны в него втыкаются обычные ИДЕ, и МОЛЕКСовское питание, а с обратной стороны к нему подключается ВИНЧЕСТЕР, или в данном случае такая вот карточка, как у нас есть. Всё втыкаем, втыкаем всё на место, наоборот. Непонятный шлейф. У этого шлейфа нету соответствующей затычки, чтобы было точно понятно, что это правильно. Но будем надеяться. Никаких механических компонентов внутри этой штуки нет, поэтому поставить её можно как угодно, лишь бы была подключена. Там ничего не вращается, ничего не повредится. Ну и всё, теперь можно установить сюда ДОС. Вообще, по-хорошему, я бы хотел показывать вам не съёмку экрана, а как обычно запись того, что происходит через, например, мою овермедиу, но что здесь, то что здесь, только VGA, никакого HDMI здесь, конечно, нет. У меня есть вот такой вот переходничок, который, в принципе, позволил бы перевести VGA в HDMI, но, как и у всех таких переходников, у него есть проблема, что с неграфическими разрешениями он не работает. Поэтому я не смогу вам показать ни BIOS, ни там какой-нибудь Northern Commander, ни большинство программ, которые я собираюсь там записывать, снимать, использовать. Поэтому в любом случае придётся снимать монитор, по крайней мере, в части задач. А как вы помните, мой демо-монитор, он с битой полоской, поэтому монитор надо поменять. А этот переходник останется на потом. Итак, вот у нас загрузился компьютер в BIOS, и мы видим, что у нас Primary Master определился как Smart Ata Flash. Заходим сюда и видим здесь привычное авто. Так вот, нам не надо авто. Мы ставим User Type HDD, как в старых компьютерах. И видим, что есть вполне понятные параметры. Количество цилиндров, головок и секторов. То есть, нам надо эти параметры запомнить, чтобы потом сообщить их этому старому компьютеру, чтобы он понял, что здесь вот типа 257 мегабайт жёсткий диск. И тогда у нас всё получится. Теперь надо поставить сюда DOS. Единственное, что я опасаюсь, что LBA может не проканать на этом ноутбуке, потому что он, по-моему, до всяких LBA ещё был сделан. Поэтому имеет смысл здесь выставить Normal, и тогда эти параметры меняются. Ну, запомним и те, и те на всякий случай, а там посмотрим. Переставляем этот псевдо-жёсткий диск в этот ноутбук. Делаем это аккуратненько. Готово. Готово. Теперь можно подключить сюда же клавиатуру и VGA. Всё. Можно включать. Включаем питание. Появляется BIOS, и мы в него срочно заходим. Тут у нас стоит какой-то диск C по умолчанию. Надо выбрать 49-й пункт, который даёт вам возможность вписать данные. Так, но у нас не 963, у нас 984 цилиндра, 16 голов, 32 сектора. Определяется как 246 мегабайт. Ну, похожие цифры. Хорошо, давайте попробуем F10 и F5. Затаим дыхание. Если получится, увидим DOS. Не получится, не увидим. Всё очень просто. Да, есть контакт, грузится DOS. И, в принципе, мы доходили до этого состояния, в общем-то, ещё с обычным жёстким диском. DOS-навигатор. Наводки на VGA, конечно, страшноватые, но это, кстати, не всегда так. Я не знаю, почему, откуда они берутся. Ладно, это сейчас не очень важно. Зайдём в Games, ещё раз проверим какой-нибудь Wolfenstein. Ничего у нас не поломалось. Нет, ничего не поломалось. Wolfenstein на месте. Вернём ему звук. О, PC-speaker есть. Не знаю, насколько слышно. Грузится как по-настоящему. фреймрейт. Такое впечатление, что раньше был побольше. Ну, неважно, и так всё прекрасно. Эх, управлять не очень просто. Но, собственно, именно это-то и является основной проблемой, что управлять не очень просто. Говорят, что, дескать, основная эта проблема, то, что к этому ноутбуку ничего не подключишь, нельзя подключить ни мышь, ничего подобного. Потому что нет ни PS2, нет ни USB, разумеется. Ну, что ж, эта проблема решаемая. Оп. Так, это нафиг. И перед нашими глазами предстаёт мышка для компорта. Причём, это, конечно, шариковая мышка, таких давно уже не делают, но она абсолютно новая. Лоджитековская наклеечка, комп, всё чистенькое. То есть, во всяком случае, это не бэушная мышь. Я не знаю, сколько ей лет. Может быть, здесь где-нибудь написано, когда её сделали. Но, как бы там ни было, мышка эта новая. И она для компорта, который в этом ноутбуке есть. И драйвер, который установился вслед за драйвером CD-ROM, не нарочно, но всё-таки установился, Qt Mouse из FreeDOS. Он устанавливает драйвер мыши сразу на COM1, потому что не видит никаких других вариантов. Нет PS2 и нету USB. Так что, в принципе, мышь должна работать, может быть, даже и без перезагрузки, правда... ВГ отвалился. Вот так. Теперь у нас есть мышь. Смотрим в DOS навигатор и видим, что у нас по экрану ездит наша шариковая мышка. Супер! А мышка это уже многое меняет. Давайте попробуем что-нибудь простецкое. Попробуем криптоновое яйцо какое-нибудь запустить. Сам бластер, конечно, не найден. Но игра запущена. Play. И погнали! Всё работает. Теперь можно играть в Arca Noid. Естественно, можно играть ещё в тонну всего, во что без этой мышки, конечно, играть было нельзя. Проверим DUNE. Зайдём в Setup. Скажем, что нам надо PC Speaker, что нам надо использовать Expanded Memory, хотя у нас её нет в данный момент, по-моему. Посмотрим. Ну, кажется, у него не возникло претензий. Музыка. Всё, мышка работает. Зайдем играть. Игра идёт как влитая. Ну, потому как примерно для таких компьютеров и писалось. И даже скроллинг работает ровно с той скоростью, с которой должен. На новых компьютерах уже надоело, что скроллинг очень быстро летает. А тут 386-й. Всё как для него. Так что проблем никаких. Всё прекрасно работает. Враги уже нападают. В общем, всё прекрасно. Ну, и, наконец, вопрос, который наверняка зазадут. А можно ли в таком случае поставить на эту штуку винду? что ж, думаю, что три первую можно. При желании можно, наверное, и 95-ю. Вот только 95-я винда займёт тут многовато места и будет еле ворочаться. А вот три первая винда скорее всего сможет вполне себе прилично работать. Так что попробуем установить её. Перешли в графический режим. Напишем что-нибудь неосмысленное. Ну и если повезёт, она поставится. Если не повезёт, она начнёт ругаться, что я ставлю её не с CD-ROMа и не с дисковода А, и она не понимает, откуда брать файлы. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Принтеры нам не нужны. Сеть тем более. Ну вот, собственно, и всё. Не быстро, но работает. Да, Edit это MS-DOS Editor. Наверное, найдёт даже Doom. чего-то там ещё доделывает. Обойдёмся без туториала. Ну, вернись в DOS. Теоретически теперь должна работать команда Win. И она работает. Жух. 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 Всё. Windows. Windows. Ну что? Тут особо даже посмотреть не во что на самом деле. Что-то где-то как-то работает. Теоретически можно даже поставить драйвер, который работает через PC спикер как саундбластер. Но это как бы не очень эффективно, потому что когда играется звук, всё стоит на месте. Тут всё по умолчанию. Ну что ж, во всяком случае система встала. Если можно Windows 3.11 называть системой. Но всё работает, и даже не очень-то плохо и медленно. Я бы даже сказал, работает абсолютно так, как должно. Круто. Можем зайти в диспетчер чего? Не сюда. Да. В main, конечно. Файл менеджер. Диспетчер файлов. И увидеть, что у нас есть диск C. Тут есть ровно всё то, что я сюда и переписывал. Doom 2, конечно, на таком объёме оперативной памяти работать не должен. Хотя было бы круто увидеть какое-нибудь волшебство. И кажется, Windows 3.11 это волшебство вносят, потому что винда там по-своему немножко работает с памятью. И если Doom из DOS однозначно жалуется на то, что этот ноутбук не способен играть в него, то вот под 3.11 тавиндой может произойти чудо. Бедный грузится изо всех сил. Скорость чтения диска, несмотря ни на какие SD-карты, всё равно конечно ну сколько материнская плата может себе позволить столько и выдаёт. но рано или поздно он загрузится. Трудны только первые шаги. Вообще я очень давно не видел, чтобы Doom грузился с такой скоростью. в моих выпусках бывали всякие компьютеры со всякой скоростью работы. Такого медленного пожалуй ещё не было. И это очень здорово. Ну я думаю это будет безусловно неиграбельно совсем. Но похоже это запустится и покажет нам картинку. Во всяком случае я на это очень надеюсь. там в сетапе кстати сказать всё ещё наверняка выставлен саундбластер и по идее он должен на этом вылететь. И кажется вот собственно и всё. Дальше оно не особо то грузится. Винчестер погас и мы стоим. Хм ну ладно надо зайти в сетап и посмотреть мало ли там чего. Повторюсь что на этом ноутбуке если пытаться запустить Doom из DOS ну даже без DOS навигатора хотя с DOS навигатором то и подавно то он не работает он жалуется на то что ему не хватает памяти. Сделаем PC спикерный звук безо всякой музыки и попробуем сохранить и выйти. И пожалуйста insufficient memory то есть никак причем намертво insufficient memory это повод перезагрузиться причем даже контролать дел нет все таки хоть как-то работает ну ладно тут есть еще одна маленькая проблемка что наверняка теперь сетап снова покажет нам Sound Blaster нет хотя бы настройки сохранили и то хорошо когда что-то переписываешь с CD-ROM я все игры сюда переписывал на другом на большом компе именно с дисков read-only параметр остается поэтому не всегда получается пересохранять конфиги у игр но в данном случае все нормально сохранилось потому что Doom писали нормальные люди теперь попробуем с такими настройками еще раз запустить Doom из-под винды ну да Doom 2 это приложение в общем вызвало недопустимую операцию General Protection Fold извините ну ладно жаль конечно но тем не менее оно пыталось на самом деле способ запустить Doom 2 на этой машине все таки существует например это можно сделать следующим образом это наверное даже не самый простой способ можно в принципе и при загрузке указать что мы не хотим заниматься процессингом наших файлов автозапуска но для наглядности суть в том что можно вообще исключить работу автоэкзика назвав его как-нибудь по-другому в этом случае он вообще не будет обрабатываться а в конфиксисе оставим так вот это нам не надо в хмм пусть загрузится и дос пусть загрузится в верхние слои памяти так сказать файл с 30 пожалуйста но никаких драйверов сидером и вообще ничего лишнего нам здесь не надо сейчас мы упростили загрузку системы просто до предела перезагружаем компьютер и сейчас у нас загрузится дос вообще без всего ну практически вот чистый дос только с драйвером памяти он даже почему-то решил заново спросить время и дату но это не важно и вот в этом случае если зайти в doom 2 то он начинает загружаться загружаться из доса причем если уж он в досе доходит вот до этой стадии это значит что он уже загрузится абсолютно точно причем ну вероятно он даже и загрузится побыстрее чем это происходило до этого в винде но единственное что тормозить он будет конечно все равно ничего не поделаешь 386 да еще с тем не менее загрузился и вот картинка PC-спикерный звук во всей красе но игра при этом идет вот так когда я последний раз видел что тормозил doom ну это было давно причем я видел как и на 486 компьютерах doom тормозил точно так же и честно говоря тогда было непонятно почему так происходило и сейчас непонятно почему бы оно так тогда происходило но на этом 386 компьютере торможение дума оправдано полностью потому что ну тут даже математического а нет хотя нет в этом процессоре тут же чип не такой не интеловский и даже не амдшный тут по моему математический сопроцессор есть и как-то он даже работает но сути это не меняет все работает примерно вот так в прошлом видео я показывал работу программы диагностики ДОСа которая определяет что здесь все-таки есть математический сопроцессор вот собственно программа МСД она некоторое количество диагностирует некоторое количество времени и вот давайте посмотрим что мы тут имеем компьютер 386 387 то есть математический сопроцессор есть маска процессор 8387 наличествует но это все эмулируется в одном чипе который тут используется и в общем это не интеловская поделка и как она работает черт его знает откровенно говоря но тем не менее дум все-таки загружается правда это того не стоит а вот какой-нибудь сим-сити пожалуйста все работает я бы не хотел жить в таком городе но некоторые люди тем не менее с удовольствием селятся главное что это вполне себе пашет если вам интересно как это все выглядит на его родной матрице то я в принципе конечно могу показать проблема в том что проводки тонкие которые соединяют матрицу с системником они там все уже порванные поломанные и поэтому она косячит появляются вот эти вот черные полосы это все легко в принципе фиксится если разобрать все посмотреть вовнутрь найти порванные проводки соединить их назад но вот поскольку я в основном использую внешний дисплей у меня по большому счету пока что нет мотивации ничего переделывать но тем не менее если вам интересно то пожалуйста windows на его родном дисплее квадратненьком черно-беленьком в принципе не так все и плохо все читаемо все вполне четко видно и яркость контраст неплохо настраивается но если мышкой быстро шевелить она просто исчезает поэтому конечно это не тот дисплей за которым хотелось бы работать и тем не менее ностальгия конечно переваливает через все возможные границы по той простой причине что когда-то только так и была возможность пользоваться компьютерами и все прекрасно читается и во все можно поиграть и посмотреть как выглядит но в общем-то я уже показывал как вольфенштайн работает на этом дисплее ничего нового я тут не продемонстрирую здорово что все работает вот что самое-то главное вот таким вот образом мы уже и винду поставили на этот компьютер и игры с мышкой работают и все хорошо но 256 мегабайт это и много и мало потому что для всего того что я здесь уже переписал и использовал хватает там буквально 40 мегабайт ну винда установленная 18 мегабайт занимает что уж тут говорить с другой стороны какой-нибудь варкрафт например тоже бы наверное пошел на этом компьютере однако ему очень бы хотелось сделать это с диска то есть нужен сидером а уж сидером ты сюда точно никак не подключишь или подключишь в общем далеко не расходитесь я думаю еще одно видео про этот ноутбук все-таки будет что-то что-то это что-то